Лава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, сегодня был блестящий удар наших беспилотников, точнее одного, по-моему там один всего был беспилотник, по Афибскому нефтеперерабатывающему заводу, это оккупированный Россией Краснодарский край, и там собственно и подвязался этот завод расширский. Летел всего-то один беспилотник, ссылочку, как это все было, вот снизу, как говорится, в описании к данному ролику, смотрим, переходим, кайфуем. Был всего один беспилотник, он долетел, ПВО, это ни о чем российское ПВО, попал, был ночью очень хороший пожар, причем очевидцы говорят, что пожар был в двух местах, поэтому, ну, я не знаю, то ли этот пожар перекинулся куда-то, то ли все-таки беспилотников было два, а не один, но очевидцы говорят о том, что был один. Видимо пожар перекинулся, но это не мудрено, потому что, сами понимаете, горюче-смазочные материалы имеют свойство растекаться, разлетаться и горело там хорошо. Да, это завод, который снабжает топливом российско-фашистские войска, которые через Крым потом отправляются убивать женщин и детей в Украину. Вот такой вот завод, короче говоря, не знаю, насколько он там сейчас рабочий или не рабочий, в любом случае, один-единственный беспилотник, и гаву пеймал, и никто ничего не сбил. Рашистам тут же надо что-то лгать, тут же надо что-то выдумывать, какие они великие, какие они могучие, потому что нефтезавод горит, а как же, и они выдумывают тут же, на ходу выдумывают, мы сбили 36, а чего не 336, беспилотников в Крыму. Какие вы беспилотники в Крыму сбили? Что вы там позбивали? Не знаю, может тараканов со стенки позбивали? Так это я поверю. И то вряд ли, потому что вы будете жрать водку и не заметите, когда там тараканы у вас по стенке бегают сзади, за спиной. Не. Ну надо же выдумывать, понимаете, когда нет фактических успехов, значит надо что-то выдумывать. Мы сбили 400 беспилотников, 2 межгалактических крейсера с Альфа Центавры, да, и 4 подводные лодки прямо вот в Николаевской степи за Вознесенском. Уничтожили, да. Ну вот такое вот. Да, то есть они выдумывают то, чего нет. А, они же, как Шойгу рассказал, мы, говорит, сбили за 5 дней 24 украинских самолета. По-моему, ему не верят даже те расисты, с самой отбитой головой, которые его слушают. Но он уже просто в Каношенкова превратился. Очень интересный момент. Да, ребята, то есть мы видим, что в принципе ПВО у них нормального нет. И вот вы замечаете, что в последнее время Украина не использует очень широко беспилотники. О чем это говорит? Правильно, они копят ракеты. Мы тоже копим ракеты, у нас тоже уже есть. И мы копим беспилотники, их много. Их очень много. И вот если зимой по нам полетит, то вы же понимаете, мы, за словом, в карман не полезем, абсолютно, то полетит и в другую сторону. И очень много. А учитывая, что у них противовоздушная оборона, что она есть, что ее нет, мы все прекрасно видим, что единственные беспилотники и там ракеты, которые сбиваются, это в больном мозгу Шойгу и этого Каношенкова. Они там что-то падают, взрываются. Одно за левым ухом, другое за правым ухом. То вы можете себе представить, что оно будет. Поэтому я бы не советовал рашистам в зимнее время стрелять по нашим объектам. Вот, собственно говоря, хотел донести вас. А так, в общем-то, Бавовна с утра была зачетнейшая. С чем я всех вас. И поздравляю. Все будет Украина.